Библейское учение о надежде, которую обретает каждый человек обращаясь к текстам Священного Писания. Эту надежду можете обрести и вы, и ваши друзья, ваши близкие, тогда, когда знакомиться с тем планом, который предосмотрел Господь для живущих на планете Земля. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, служители церкви, пастор Олег Папескул и пастор Валерий Дилиго. Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо. Через несколько дней, Олег, вы начнете программу, которая может быть доступной каждому, независимо, где он живет, благодаря тому, что эта программа будет транслироваться онлайн. Это программа о свободе. О свободе для кого и от чего? Спасибо большое, Дмитрий Филиппович, что задели эту тему. Действительно, буквально 12 числа мы начинаем программу в городе Террасполе о свободе. Свобода — это такое достаточно емкое понятие, и очень много можно в него вписать и вместить. Тем не менее, основная идея программы — это свобода во Христе. Человек сегодня жаждет свободы на самом деле, и это то, что многие хотят. Сегодня многое решается или усложняется как раз посредством вот этой темы свобода. Я хочу быть свободным или как мне освободиться? Эта программа будет идти с присутствием людей в зале, в Доме молитвы, ну и, конечно же, она будет вестись в прямом эфире, поэтому каждый, кто захочет подойти к этой программе и посмотреть ее, может быть лично, а может присоединиться онлайн посредством, я надеюсь, ссылки, которую найдут в описании к этому видео. Дорогие друзья, вы сможете найти ссылку на программу «Свобода», которую будет проводить пастор Олег Попецкул в описании сегодняшней программы, и призываем вас делиться этой ссылкой со своими друзьями. Я приглашаю, чтобы мы молились о наших друзьях, о нас, чтобы мы могли познать истину, которая делает нас свободными, дает нам мир, дает нам надежду, дает нам силы преодолевать те трудности, проблемы, с которыми сталкиваются люди, живущие на этой планете. Помолимся. Господь наш и Бог наш, наше желание постоянно держаться за Твою руку, не отпускать ее, и чтобы истина, которая явлена в Слове Твоем, она жила в нас и была действенной. Истина, которая призвана сделать нас свободными. Господи, мы хотим быть свободными, но самое главное, свободными в Тебе. Благослови наше общение сегодня, благослови всех тех, кто будет нас слушать, кто слушает. И, Господи, действуй в нас. Во имя Иисуса просим мы. Аминь. Аминь. Мы живем в те времена, которые очень сложные, даже для людей, которые читают Библию, знают о Боге, люди, которые имеют ответы из страниц Священного Писания, объясняющие обстоятельства современных событий. Но еще труднее жить человеку, который не знает Библии, не знает Бога, не имеет надежды. Многие светские писатели говорили о бессмысленности существования человека, который рождается, чтобы умереть. Какой смысл жить, если ты все равно умрешь? И насколько трудно, насколько печально жить в ожидании неизбежности смерти. Когда заканчивается смерть, то все твои достижения, твои родные, твои близкие, то, что ты построил, то, чего ты достиг, ты этого теряешь. Тогда люди говорят, а какой смысл чего-то достигать? Какой смысл жить? Жизнь становится ничтожной. Сегодня хотелось бы обратиться к новозаветным текстам Священного Писания, которые говорят о том, что есть смысл жить. И этот смысл придает добрая весть о воскресении. О воскресении, которое дает возможность людям, которые почили, которые умерли, не остаться в могилах, но восстать и радоваться, быть счастливыми. Но, к сожалению, даже и для верующих людей идея и истина о том, что люди будут воскрешены, она кажется какой-то иллюзорной, фантастичной, фантастика, несбыточной. И эти люди, христиане, были и в те времена, когда писалось Священное Писание, они могут быть сегодня. И какие аргументы приводит Новый Завет, авторы Нового Завета для таковых скептиков? Я говорю о скептиках, которые знают о Христе, верят во Христа, но при этом имеют сомнение о том, что будут воскрешены. Вы знаете, я хочу сказать, что для себя я понял, что сколько лет живу на этой земле, столько лет, каждое утро я просыпаюсь, это мое воскрешение. Потому что, ложась спать, я не знаю, что меня будут ожидать на протяжении всей этой ночи, где я ложусь спать. И понимаю о том, что все зависит от тех событий, которые будут происходить вокруг меня. Но утром, пробуждаясь, я понимаю, что я имею новую жизнь на новый день. Но вместе с тем, Валерий, вы понимаете, что наступит такое утро, когда вы не проснетесь. Люди говорят, да, хорошо, что ты просыпаешься, но я не уверен, что я в это утро, в следующее утро дня могу проснуться, тогда зачем ложиться? Если бы мне сегодня сказали о том, что не ложись спать, потому что ты завтра не проснешься, меня бы это, наверное, смутило, потому что большая часть людей уверены в том, что они завтра проснутся. И в каждый день они с уверенностью ложатся спать, потому что с надеждой верят, что они проснутся. И вот мне нравится, как апостол Павел говорит, «Если же о Христе проповедуется, и Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» То есть это отсутствие как будто надежды, бессмысленности жизни на этой земле. Некоторые считают, что если Иисус на самом деле не умирал, то есть это был какой-то некий обморок для Него, и потом Он пришел в себя, там утаили от Него, и пытается скрыть этот фактор. Мы изначально видим в Священном Писании, что пытаются скрыть этот фактор воскресения Иисуса. Но если бы не было этой надежды на воскресение, то сегодня действительно не было бы смысла жизнь, и бессмысленно вообще была бы проповедь Евангелия в этом мире, то есть или зря мы вообще бы произносили «Христос воскрес» и «Выстинно воскрес». Ежегодно в каждый праздник Пасхи люди произносят эти слова. Тогда в чем смысл жизни? Вот вы уже сказали, что прожить жизнь, чтобы есть, спать, получить образование, иметь семью, воспитать детей и при этом умереть. Я вспоминаю, как одна моя тетя, двоюродная моего отца, сестра, она хоронила своего мужа, и она говорила такие слова. «Витя, мы с тобой никогда больше не встретимся и не увидимся». Я так подумал, насколько трагичные слова в ее устах звучат, потому что она не имеет надежды на воскресение. Они не признавали вообще Бога, не верят в Него. И вот эти слова, слова без надежды, что они когда-то встретятся. Но Священное Писание сегодня проповедует, что у нас есть шанс на новую встречу, а это воскресение. И вот апостол Павел также открывает и нам показывает, если мы не будем говорить о воскресении Христа, тот тщет на все наши усилия в проповеди. И, другими словами, умрем, и мы останемся мертвыми навсегда. И эта вся жизнь, по сути, она бессмысленна на этой земле, если нет дальше какого-то будущего или предусмотренное будущее для каждого из нас. То есть все бессмысленно, все пусто, все тщетно. Ну вот прожили и больше никогда не увидится. Да. И что является самым мощным аргументом, который разрушает скепсис людей, которые являются христианами, но сомневаются в воскресении? Самый мощный аргумент, который приводит апостол Павел. На чем основана вера, что люди будут воскресены? Вообще христианство, оно бы сегодня было бы тщетно, если не было вот этой надежды на воскресение. Сам факт воскресения Христа. Вообще, если позволите, очень интересно. Я как-то готовился к проповеди, читал одну книгу, и в этой книге было приведено исследование, результат исследования. Одни ученые поставили вопрос, а реально логически как-то путем опытов доказать, что Христос воскрес? Ну, казалось бы, абсурд. Ну, как бы сегодня навряд ли это получится. Тем не менее, спустя некоторое время они приводили результаты исследований в группе ученых и сказали одну мысль, пожалуй, главную мысль. Вы можете пытаться меня переубедить, что Христос не воскрес. Можете делать все, что хотите, приводить примеры, какие хотите. Но посмотрите на могилу Ленина, посмотрите на могилу Будды, посмотрите на могилу Черчилля и так далее. Великих, действительно великих людей, изменившие ход истории, я бы даже сказал. И посмотрите на могилу Христа. Где вы там видите Христа, тело Христа? Для меня это самый главный аргумент, что Он воскрес. Это пустая могила. Пустая могила наполняет сердца, безнадежные сердца людей, уверенностью, что смерть — это не конец. Да. Наверное, самый лучший авторитет или источник, которому мы можем доверять, это Христос. Вы можете сомневаться, подвергать сомнению тому, что говорят люди, тому, что говорят религиозные учителя, деятели, проповедники. Но как можно подвергнуть сомнению тому, что говорит Иисус Христос? И Христос в своей проповеди, в которой Он говорил о хлебе жизни, и Он говорил, что Я есм этот хлеб. И Он это говорил после того, как Он насытил людей, совершил чудо насыщения. Люди ради хлеба живут, работают. И в этой проповеди Он говорит, как важно, чтобы люди искали истинный хлеб, который даст вечную жизнь. И вот в этой проповеди Он связывает дар вечной жизни с окончательным воскресением праведника. Люди разделяют порою вечную жизнь. Некоторые считают, люди, христиане, что человек умирает, и он попытает получать вечную жизнь. Но Христос связывает вечную жизнь с событием, которое он называет воскресением. Какую роль, какая взаимосвязь между вечной жизнью и воскресением. Как человеку обрести вечную жизнь и надежды на воскресение. Хорошая тема, да, хорошая проповедь. Я есть мой хлеб жизни. И очень интересно, вы сказали контекст, что в тот момент происходило насыщение. Но после Иисус говорит очень интересный текст. И идея текста в том, что это Иоанна, 6 глава. «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Как бы очень так все емко, вроде бы все насытились, а тем не менее, еще одна мысль в отношении еды, да, потому что еда все-таки для человека жизнь. Но Христос четко дает здесь понять, что верующий в меня, то есть тот, кто будет привержен Христу, поверит в Него, примет Его, он уже становится тем, как бы, что ему как будто бы, да, не нужна еда, как бы та вечная жизнь, о которой все, наверное, мечтают. И, конечно же, надо понимать, что Христос говорит, верующий в меня будет иметь жизнь вечную. А верующий — это не только тот, кто будет после смерти. Верующий — это тот, кто есть сегодня. Христос обещает жизнь, и жизнь с избытком. Он не обещает ее, вот живите сейчас впроголодь, к примеру, и потом у вас будет все хорошо. Нет, Он говорит, живите сейчас и имейте жизнь сейчас. И жизнь эта будет ваша с избытком, если вы будете верны мне и будете верить в меня. То есть человек обретает дар вечной жизни в тот момент, когда принимает Христа своим спасителем. И этот дар он имеет не в будущем, он имеет в нас здесь и сейчас. Но хорошо, человек может говорить, да, если я обретаю этот дар вечной жизни, но я ведь умираю, тогда почему я умираю? Что говорит Иисус о тех людях, которые имеют дар вечной жизни, но при этом они умирают? Видите, Священное Писание дает нам ответ. Наказание за грех — смерть. Всякий человек согрешил и лишен славы Божьей. Опять же нам говорит об этом Христос. Всякий человек умирает. Да, будут люди, которые не умрут в день пришествия Христа, но это отдельная история. Тем не менее, Христос говорит, что у этих людей есть надежда. И верующий в меня, хоть он и умрет, но он и воскреснет. И вот это самое приятное. То есть Иисус говорит о том, что для верующего, который умрет, для него мгновение от смерти до воскресения, это даже меньше мгновения. То есть это даже не щелчок пальцем. Это настолько быстро, настолько он даже не поймет это, вот он заснет и проснется. Христос называет это мгновение сном. Да. Другими словами, те слова, которые он использует, образы «Я воскрешу его в последний день», и он трижды говорит «Я воскрешу», «Я воскрешу», «Я воскрешу». Они подчеркивают о том, что человек, имея дар вечной жизни в настоящем, он не теряет его. Нет. И когда умирает. Потому что смерть, которую человек переживает здесь на земле, является временным отрезком, который человек ни физически, ни психологически никак не ощутит, как мгновение. Он закрыл глаза, когда умер, и откроет их, когда увидит Христа. Элементарный человек может это испытать, когда он лыжится вечером, и он даже не чувствует, как проходят эти восемь часов сна. Ну, во время сна может быть какие-то сновидения. Кошмары. Да. То, о чем мы переживали днем, мы продолжаем об этом думать ночью. Но человек, который переживал в своей жизни, он не будет об этом думать, переживать в момент своей смерти. И Библия говорит о том, что живые знают, а мертвые ничего не знают. Христос говорит о том, что люди, которые имеют дар вечной жизни, и которых он воскресит, он воскресит их в последний день. Когда, согласно Священному Писанию, и об этом пишет Павел, апостол Павел, произведет воскресение, какие еще события будут сопровождать воскресение мертвых? Если вы позволите, я прочитаю 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 текста. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерший в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках святения Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами». Ну просто замечательно пишет апостол Павел Фессалоникийцин, которые ухватились за эту надежду. Они все ожидали, когда это произойдет. Они настолько это верили. И они даже убеждали своих родных и близких, чтобы они поверили в эту весть, потому что это есть надежда на то, что многие будут спасены. Но смотрите, здесь такой момент, что люди, которые сегодня думают, что если они умирают, и говорят «Царство Небесное ему», то есть якобы он уже там перешел в иной мир, «Царство Небесное», то все, которые умерли, они оказались сейчас на небе. У меня вопрос. Почему апостол Павел говорит, что он придет для того, чтобы воскресить всех, и тут сказано, и забрать всех оставшихся здесь на земле? То есть Иисус, по сути, должен вернуться только за оставшимся на земле. Воскрешать зачем? Они уже все и так на небесах. Для чего им там быть? У меня возникает вопрос. Какой рай для них там вообще на самом деле, если они, будучи мать, которая умирает, и детей могут отправить в детский дом? Это, ну, Бог как-то несправедлив. Какая женщина будет там чувствовать себя в комфорте в раю, когда видит, как страдают ее дети? Так она там не прекратит плакать перед Господом, сказать, забери их скорее сюда, здесь же так хорошо. И продолжает мысль, если человек уже находится в раю, тогда зачем его оттуда забирать, воскрешать к этой жизни, если ему уже там хорошо. Тут такое ощущение, как будто он должен их вернуть назад. И он говорит, давайте нужно провести эту процедуру, и необходимость сделать. Но люди, слыша о воскресении, о надежде, встрече, возвращении к жизни, встрече с родными и близкими, их волнует вопрос, когда? И что говорит текст, который вы прочитали? Ну, смотри. Сам Господень при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть это тот последний день, о котором говорил Христос. Это то день, когда произойдет пришествие, второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Это будет явным, видимым, слышимым событием. И это событие будет сопровождаться с воскрешением умерших. Потому что в свое время, в истории, мы слышали о разных событиях, когда появлялись люди и говорили о том, что они являются воплощением Христа. То есть ложные пришествия. Но Библия говорит о том, что пришествие Христа, оно будет сопровождаться событием, которое называется воскресение. Мертвые во Христе, то есть верующие люди, те, которые приняли Христа, которые закрыли глаза, умерли с надеждой. В момент пришествия Христа они откроют глаза, и они будут воскрешены. И дальше вы прочитали в послании офисоникистам, а потом мы, оставшиеся живых, это те, которые будут встречать пришествие Христа, будучи живые. При их жизни, во время их жизни на земле, будет происходить пришествие. Но смотрите, Иисус, когда прощался с учениками, и Он говорит, я иду для того, чтобы приготовить вам место, и потом вернусь для того, чтобы вас забрать. Иисус же не вернулся их забрать, и они же умерли на земле. А когда Иисус должен был забрать их? Значит, Он говорил непосредственно о том, что когда Он придет, когда провозгласит эта труба, то есть этот голос, да, там, восстаньте, то есть все пробудятся, и те ученики, которые ждали своего Иисуса, Он приготовил уже место для них, и для всех тех, которые уверовали в Него, для того, чтобы забрать туда. Он не сказал, я буду вас ждать там на небесах. Он сказал, я приду за вами. Но мы нигде не читаем, и не видим, что Священное Писание говорит, или кто-то из апостолов сказал, за мной Христос пришел, Он забрал меня. Итак, подводя итог, исследование этого текста, мы видим две группы людей. Люди, которые верующие, люди, которые неверующие. Но мы говорим сейчас о тех, которые жили и умерли с надеждой, с верой в Иисуса Христа. И эта группа людей живые, они не будут восхищены, они не будут спасены раньше, чем те, которые умерли. И те, которые умерли, они не будут восхищены и подняты на небо, и быть с Богом отдельно от живых. Павел говорит, будут воскрешены умершие христиане, верующие в Иисуса Христа, и вместе с живыми, написано, вместе с ними, будут на облаках на встречу подняты Господу. И так всегда с Господом будем. Я думаю, что недаром Павел пишет, вот этими словами утешайте друг друга. То есть в этих словах, есть бальзам для сердец людей, которые потеряли родных, потеряли близких. В этом есть надежда. Надежда на встречу тех, кто для тебя дорог. Но скептики сегодня задают вопрос, где он, и почему он так долго идет? И действительно, это сегодня живая весть. Ну и Священное Писание нам открывает и говорит о том, что он не медлит, но долго терпит. То есть он ожидает, чтобы каждый из нас, живущий на этой земле, получил весь этой надежды, обратил свое сердце ко Христу и с этой надежды жил до последнего. Мне однажды один человек задает вопрос, говорит, почему ты избрал такой путь и христианства, и почему пошел именно в церковь? Я говорю, я однажды услышал, как на кладбище люди говорят, Царство Небесное, Царство Небесное. И я заметил, что каждый человек, какой бы ни умер на этой земле, хотят все оказаться в Царстве Небесное. И я задал себе вопрос, а никто не хочет вечно отойти? Почему никто не говорит, вечный ад ему? Зная его жизнь, к примеру. Да. То есть, значит, чтобы кто-то там должен оказаться, и я задался для себя вопросом, как же оказаться в Царстве Небесном? Как же оказаться достойным, быть воскрешенным? Я стал изучать Священное Писание, и вот эта надежда сегодня говорит мне о том, что Господь, Он ждет, чтобы каждый мог принять Его как личного спасителя, и однажды Он придет на эту землю и даст нам это спасение. И даже сегодня, если я не доживу этого времени, до Его пришествия, но у меня есть надежда, что у меня есть будущее. Вы затронули тему, очень болезненную, потому что люди, современники апостолов, они проповедовали, говоря, «Се грядет скоро». Завтра. Да. То есть, они очень ждали, что Он вот-вот придет. И эта надежда была, источником их мужества, когда они входили на эшафоты, горели на костра в апфитеатрах римских, этой надежды они жили. Прошло 2000 лет. Обещанное событие так и не сбылось. И поэтому люди, верующие христиане говорят, а есть ли смысл продолжать проповедовать о втором пришествии Христа, что Он придет скоро? Ведь 2000 лет прошло. Что Библия говорит? Как Библия, как Господь объясняет вот причины промедления Христа с Его вторым пришествием? В чем смысл? Вы сказали о том, что Он не медлит, но ожидает, чтобы пришли многие. Но 2000 лет, это много или мало? Смотри, для кого как? Для Господа 1000 лет, как один день. И этот текст очень красиво так все излагает. Ну, у Бога ведь есть цель. И мне нравится то, что Адвентийская Церковь увидела в Священном Писании идею небесного святилища. И то, что сегодня Христос совершает для людей во спасение, цель во спасение людей, она логичнее. Логичнее не придумаешь, где Бог. Бог сегодня ходатайствует за тебя. И, как говорил Валерий, дает время и действительно долготерпит, давая шанс каждому человеку задуматься, что происходит в его жизни. То есть, смысл моей жизни уже не в том, сколько времени я проживу, не в том времени, сколько я заработаю, сколько посажу деревьев, сколько вырую колодцев, построю домов, машин буду приобретать. Смысл жизни — это шанс, который дал Господь для того, чтобы человек принял самое важное решение и сделал самое важное дело. Это принял Христа. И ценность нашей жизни не в ее продолжительности, а в том, что она у нас одна. Второго шанса уже не будет. Тогда можно сказать не в ее продолжительности, а в ее качестве. Как ты ее использовал. Да. И твоя жизнь, некоторые, которые болеют, будучи молодыми, или рано умирают, говорят, человек прожил как-то мало, некачество, не оставил что-то после семьи и так далее. А ведь не в этом смысл. Это как игра в одну жизнь. То есть нет у тебя запасной жизни, нет других у тебя каких-то иммунитетов дополнительных, которые тебя могут защитить. И потом человек говорит, ну прожил как мог и получилось как смог. Да. Ну приду перед Господом, покаясь, попрошу прощения. Но с другой стороны, если человек использовал этот шанс, тогда ему уже не страшно то, что он может умереть, то, что он тяжело болен. Уже ему не страшно то, что он чего-то не достиг, потому что лучшее человека ждет впереди. В Священном Писании апостол Павел говорит в 15 главе в послании к Коринфянам о тайне. Говорит, ну каждый человек хотел бы знать объяснение тайн. И Павел говорит, говорю вам о тайне. 15 глава, первое послание к Коринфянам, первый текст, говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвую воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленная сия облечется в нетлении, и смертная сия облечется в бессмертие, тогда сбудутся слова, написанные поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Сегодня бытуют различные версии, интерпретации, которые укрепляются всевозможными фильмами, постановками. Идея о том, что каким-то образом тайно, таинственно Господь восхитит верующих. Вознесет. Вознесет. Вознесет, да. Кто-то вместе спят, едет самолет, и тут исчезает часть пассажиров, исчезает летчик. Таинственное восхищение. Об этом ли восхищение говорит Павел? Об этой тайне? Что он имеет в виду? В чем смысл изменимся мы? Когда изменимся? Почему? Мне нравится Священное Писание. тем, что оно достаточно открывает само себя. Вы начали читать «Говорю вам тайну», цитируя Христа. И дальше идет описание этой тайны. Такая тайна, знаете, давайте я вам открою секрет, вот так наверное это звучит со слов Христа, давайте я вам открою секрет, как оно будет. И он начинает перечислять, как оно будет. Сегодня мы имеем вот эти вот такие мысли по поводу тайного вознесения во многом они такие фантастичные на самом деле, фантастические, потому что они очень хорошо воспринимаются кинематографом, потому что они вот чуть ли не фантастика, как бы вот да, как вы сказали, летит самолет и половина пассажиров возносится, значит они спасаются, в том числе двое пилотов, и все, и самолет падает, значит остальные погибают. Но здесь немного по-другому. Мы видим, и вы читали в 52 стихе 1 послания Карин в 15 главе, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Мы уже читали подобное описание при последней трубе. Последняя труба это день пришествия Христа, то есть не говорится о каком-то тайном вознесении, все будет достаточно ярко, открыто, и как оно есть. И вот это «А мы изменимся». И далее вы читаете из «Тленного внетления». Сегодняшняя наша природа действительно очень очеловеченная такая. Мы живем в этой атмосфере, мы живем на этой земле. Естественно, что нам нужно будет, чтобы вознестись Господу, нам нужно так как бы, чтобы наша природа изменилась. не то, чтобы прям полностью, как бы полное какое-то преобразование, нет, мы не можем сказать, мы не можем объяснить, но написано, когда тленное облечется в нетленное, и смертное облечется в бессмертие. То есть мы не будем уже подвержены смерти, значит, у нас будет другое какое-то... Сохраним ли мы при этом свою индивидуальность? Будем ли мы узнаваемы? Это самое интересное, что мы будем узнавать друг друга, мы будем слышать голос друг друга, мы будем понимать, кто перед нами. Вот это самое прекрасное. Но среды тления это вставные челюсти, седые волосы, хромые будут скакать, слепые будут видеть, глухие будут слышать. То есть болезни, которые человека мучили, терзали здесь, на земле, с этими болезнями, с этим багажом человеку не будет особо сладостно и радостно жить вечно. И поэтому Библия говорит, не переживайте, я говорю, он тайно, мы изменимся. Вот этот отпечаток и порог греха, который присутствует на человеке, он будет от этого очищен. То есть освобожден от этого. Потому что грех же принес нам эти все страдания. И вот то, что вы сейчас перечислили, и те люди, которые сегодня не имеют какие-то части тел, допустим, или какие-то болезни, это все следствие и причина этого греха. Господь говорит, я вас от этого всего освобожу. Если вдруг даже не будем похожи друг на друга, я вас узнаю по голосу. По глазам. Итак, мы видим, что вера воскресенье было источником жизни, проповеди, решений, правильных решений для многих современников, людей, которые писали Священное Писание, новозаветных авторов. Это было, в этом был смысл жизни апостола Павла, об этом проповедовал Иисус Христос. И это то, что может быть источником силы, утешения для тех, кто скорбит. Это то, что может быть смыслом жизни для тех, кто тяжело болен и находится при смерти. Смерть не страшна. Смерть не страшна. Самое страшное, что может быть самое страшное в жизни. То, что ты разбил машину или потерял что-то финансовое или неудачи в учебе, в карьере, в жизни, люди скажут, нет, самое страшное это смерть. Люди боятся смерти. Но если смерть это не конец, если смерть это мгновение, за которым человек ждет пробуждение воскресения, это если у человека построены отношения с Господом. Тогда для человека самое страшное это жить и умереть не имея этих отношений. Поэтому нужно бояться не смерти, нужно бояться умереть не имея в жизни, в своем сердце веры в Господа. Понимание кто таков Бог и что он сделал для него. Поэтому Христос говорит я есть мхлепи, тот кто вкушает этот хлеб имеет жизнь. То есть мы можем говорить о том, что это хлеб вкусный, что он дает силы, дает радость, но этого недостаточно, нужно вкусить его. Мы должны вкушать его не однажды, мы должны его вкушать и искать каждый день. Ведь кушаем мы физический хлеб не однажды. И человек если не поест физический хлеб, он чувствует себя дискомфортно, он плохо, он живет и работает для того, чтобы иметь этот кусок хлеба. Христос говорит я есть истинный хлеб. Насколько актуально, насколько актуально и насущно для нашего поколения весть о том, что Христос придет второй раз? вообще люди ждут чудо. Главное чудо в их жизни, конечно же, это принятие Христа и воскресенье, и надежда на воскресенье. Но с другой стороны, мы понимаем, что наша жизнь очень коротка. Сегодня ты есть, завтра тебя нет. Да ладно, завтра. Ты не знаешь, что с тобой будет, когда ты будешь переходить дорогу, и сколько сейчас подобных случаев бывает. и нам нужно понимать, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на какие-то бессмысленные вещи, которые тебя только будут уводить от истины, от реальной какой-то свободы. Некоторые люди думают, что это все замечательно, но не сегодня. Я попробую это завтра как раз наладить все эти отношения и иметь эту надежду, но это завтра может не случиться, потому что я на себе даже испытал этот момент, когда ты едешь за рулем, ты управляешь машиной, ты имеешь опыт, и ты думаешь все в руках твоих, но навстречу едет человек, который решил нарушить знак или проскочить на красный свет, и так, как случилось со мной, и он врезается в меня, в лоб, в лоб, и в этот момент могло бы только одним щелчком одна секунда, и ты уже не имеешь этой жизни на этой земле, а когда какой уже шанс думать, и о завтрашнем дне, уже поздно думать, что ты уже как-то построишь отношения с Господом, и для тебя уже пришло время, то есть время, либо ты будешь воскрешен, либо нет, и вот здесь возникает вопрос, когда я должен найти строить отношения, когда я должен найти эту надежду, сегодня, здесь и сейчас, я должен же начинать эти строить отношения. Вы спросили для современного поколения, что это значит, для нашего, в мире, где мы сейчас живем, вы знаете, короткая жизнь у людей достаточно долгий период, и 2000 лет назад она была такая же короткая, то и короче, мы даже немножко себе посредством современной медицины даже увеличили жизнь, и поэтому и сегодня для людей, которые знают, что такое смерть, которые переживают смерть, для них идея о будущем воскресении и настоящей жизни с Богом сегодня, это ценность, и поэтому это важно даже для современного поколения. В конце концов, Библия, она не для людей 2000-го возраста, она для людей, живущих во все времена существования Земли. И актуально по сегодняшний день. Дорогие друзья, каждый день приближает нас к этому славному событию, о котором мы сегодня читали событию второго пришествия нашего Господа. И хотя мы не знаем, когда оно произойдет, мы можем быть уверены в том, что оно произойдет сто процентов, потому что сам Господь это обещал. И это весь, это ожидание дает человеку мужество, спокойствие, надежды, «А если нет воскресения, если нет пришествия Христа, тогда на что надеяться и какой тогда смысл жить?» Мы призываем, чтобы каждый из нас хранил эту надежду, делился этой надеждой, сохранял ее в своем сердце. И пусть Господь в своей любви и милости благословит тех, кто скорбит, тех, кто тяжело болен, тех, которые теряют смысл своего жизненного существования, благословит крепкой верой в Господа Иисуса Христа. И об этом я призываю, чтобы мы вместе молились. Дорогой любящий благословенный Господь и Бог, мы безмерно благодарны Тебе за весть Евангелия, которая звучит и в это время, и в наши дни жизни. Мы благодарны Господе за эту надежду, которую Ты нам даровал через Твое присутствие и пребывание на этой земле. И более того, Господи, было явлено в жизни то, что люди распяли Тебя, но Ты воскрес. Ты, Господи, являешься Господином над жизнью. И Ты также, дорогой Иисус, говорил Своим ученикам, и нам сегодня эта весть доносится через Священное Писание, что Ты однажды придешь и всех заберешь верных к себе туда, на небеса. Благодарны за эту весть надежды о том, что, Господи, даже если случится, что мы и живя на этой земле, и однажды умрем, уснем, Ты придешь для того, чтобы пробудить каждого, который уповает на Тебя. Господи, мы с верой и надеждой упываем и доверяемся Тебе, и верим Твоему обетованию, верим в то, что написано в Священное Писание через апостолов Твоих. И помоги, чтобы эта весть надежды могла коснуться многих людей, которые живут в этом мире, не понимают или не желающие принять, но дай, Господи, им возможность это ощутить, осознать и понять. И от этого Ты, Господи, и долго терпишь, чтобы каждый мог в это поверить и мог получить вечную жизнь. Мы безмерно благодарны Тебе за это, наш Господь и Бог. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мира вам, вашим семьям и Божьих благословений и его защиты. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова